Окна привлекают практически всех малышей. За стеклом кипит жизнь. За процессом интересно не только наблюдать, хочется присоединиться. Ребенок забирается на подоконник и открывает створку. У малышей, которые охотно и жадно познают мир, нет осознания возможных тяжелых последствий, которые, к сожалению, ежегодно фиксируют следователи. Последний такой случай произошел в Пинске в начале текущей недели. Последний случай был 31 июля. Из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок. Мать, со слов матери, она на некоторое время оставила своего ребенка, смотря телевизор, вышла из комнаты, закрыла дверь и разговаривала со своими, получается, дедушкой с бабушкой на кухне. Услышав крик, она вернулась в комнату и увидела, что ребенок выпал. В настоящее время ребенок находится в больнице, назначена проверком. В конце июля стала известна еще одна печальная новость. Умерла двухлетняя девочка, выпавшая из окна в городе Высокое 17 июля. 17 июля 2017 года в Каменецком районе имел место факт выпадения ребенка из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Мать на некоторое время отлучилась из комнаты, при этом ребенка оставила самостоятельно находиться в комнате. Вернувшись, она увидела, что створка окна открыта, при этом ребенка не было. 30.07.2017 года ребенок скончался. Серьезное травмирование как результат баловства. Именно так можно охарактеризовать случай середины июля в Ивацевичах. И окна здесь ни при чем. В Ивацевичском районном отделе Следственного комитета Республики Беларусь проводится проверка по факту падения ребенка с высоты около двух метров. Его отец распивал спиртное в компании своего знакомого. После распития спиртных напитков перед уходом, за ними пришли их жены с детьми. Отец взял своего ребенка на руки, подбросил и не словил его. В результате ребенок упал головой вниз и получил телесные повреждения различной степени тяжести. Специалисты напоминают, не оставляйте детей без присмотра. Создайте для них максимально безопасные условия. Важно помнить, москитные сетки не являются защитой от выпадения. А на оконные ручки лучше либо поставить замки-блокираторы, либо и вовсе снимать их на время, чтобы у малыша не было возможности открыть окно самостоятельно. Продолжение следует...